Четырехлетняя Настя тянется к микрофону. Для нее визит нашей съемочной группы стал настоящим событием. Маленькая жизнь ограничена домашними стенами. И еще больничными, потому что болезнь идет параллельно с ее детством. До 11 месяцев ничего не предвещало беды. Никто и не знал, что она совсем рядом и перевернет жизнь ее мамы навсегда. Абсолютно здоровый ребенок. 8-9 по Абгару. Проделась сама в Казани. Все было хорошо. И вот в 11 месяцев просто сидели, кушали. И тут как бы просто ребенок взял и обмяк. Ну вызвали, а и чуть-чуть подрагивание началось. Вызвали скорую, увезли в детскую больницу. Оставили под наблюдение. Вечером уже начались сильные судороги. Нас забрали в Нижнекамск. Сначала было подозрение на вирусную инфекцию. Потом опять судороги, реанимации. Уже только в ДРКБ Казани Насте поставили страшный диагноз – эпилепсия. И началась долгая и трудная борьба за здоровье девочки. Утро Насте начинается с массажа и лечебной физкультуры. Ежедневные таблетки. Из-за них приходится обследовать печень и почки. В дополнение исключен из списка положенных бесплатных лекарств необходимый Насте препарат. Аналоги не дают нужного эффекта. Плюс ДЦП и проблемы со зрением. К сожалению, специализированный детский сад, дружная семейка Настя тоже пока попасть не может. Мы пытаемся попасть в дружную семейку второй год уже, но там очень малый набор идет. Там всего шесть человек, примерно все одного возраста. Есть шанс туда попасть, если только кто-нибудь откажется из тех, кто ходит. Но и то мы третьи по очереди. Нам нужно сейчас занять с дефектологом. Подходили в ДДТ, нам сказали, что вы очень сложные для нас. Только в дружной семейке. А в дружной семейке пока места нет. И мест нет. И у нее просто индивидуально заниматься тоже времени нет. Настя с мамой посещают Центр социального обслуживания населения «Радость». И когда Римма говорит об этом, на лице появляется улыбка. Ведь именно там ее маленькая дочка получает профессиональную помощь и положительные эмоции. Настя, несмотря на свой диагноз, она девочка очень любознательная. Она очень хорошо реагирует на звуки. То есть на музыкальные звуки, звуки животных. Вот мы с ней играли. То есть она прям очень эмоционально на это реагирует. Она нажимает на кнопки. Как-то ей это нравится. Музыкальную терапию я бы с ней продолжала проводить, потому что ей это очень нравится. Сейчас Настю возят на лечение к врачу остеопату. Но именно после нескольких визитов к нему начались заметные сдвиги в развитии Насти. К врачу нужно ездить хотя бы раз в месяц в течение года. А это 2500 рублей прием у врача плюс дорога. Мама Настя работать не может. За дочкой нужен постоянный уход. И сейчас очень нужны эти деньги, чтобы помочь Насте и дальше делать маленькие шажочки к нормальной жизни. В которой, конечно же, есть место для всех.